Во что вкладывать деньги? В облгосадминистрации состоялось заседание Совета инвесторов Запорожской области. Обсуждали проблемы неблагоприятного инвестиционного климата региона, а также пути его улучшения. По данным рейтинга Doing Business, отражающего благоприятность условий ведения бизнеса, Украина находится на 96 месте из 189. Это достаточно низкий показатель для инвестиционного климата страны. В Запорожской области, по данным экспертной оценки, полученной в результате опроса 69 крупнейших компаний нашего региона, 67% респондентов считают инвестиционный климат области неблагоприятным, 33% нейтральным. Половина опрошенных утверждают, что ситуация с инвестированием за прошлый год ухудшилась. Нужна в первую очередь законодательная база, нужны реформы во всех системах, правоохранительных органах. Изменения во многие законы. И, конечно же, вместе с этим нужна и чистка кадров. Согласно опросу, запорожцы не верят в судебной системе. Таможенные процедуры не из легких, а налоговый режим неблагоприятный для ведения бизнеса. Есть ряд задач, которые нужно решить как на уровне всего государства, так и на уровне нашей области. Прежде всего, это обеспечение широкомасштабного мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявили 100% респондентов. Без этого достаточно тяжело вести инвестиционную деятельность. Далее, это налоговая реформа и антикоррупционная реформа. Ссылаясь на данные уровня инфляции и других показателей уровня экономики, некоторые участники заседания выделили три основные задачи, позволяющие улучшить инвестиционный климат в Запорожской области. Это прозрачное администрирование НДС, лояльная фискальная нагрузка и фискальная децентрализация. Это реинвестирование заработанных денег. То есть, те предприятия, которые на сегодня еще работают, те предприятия, которые способны зарабатывать и инвестировать, это единственная возможность улучшения инвестиционного климата в среднем в регионе, в области, вообще в Украине. И в этой связи предложение, которое на сегодня есть, это всячески благоприятствовать тем предприятиям, которые действительно имеют статус социально ответственных инвесторов. По словам Григория Самардака, в области проводится серьезная работа по борьбе с коррупцией, главным негативным фактором, препятствующим инвестированию. Одним из достижений считает освобождение запорожских предприятий от давления рейдеров.